всем привет дорогие друзья меня зовут ричард и вы на канале мастер с точка мид это видео будет служить вам небольшим гайдом по уходу за кожаными изделиями я разберу здесь прям самый базовый уход за натуральной кожей я не буду разбирать никакие средства которые можно приобрести в магазинах различных это будет больше такой уход именно в домашних условиях я вам буду рассказывать что нужно делать каждый день чтобы ваша сумка или другой изделий натуральной кожи сохранилась как можно дольше и выглядела всегда как новое перед началом видео я бы вам порекомендовал бы перейти по ссылке в описании на наш сайт мы производим мужские сумки из натуральной кожи очень разнообразные модели и я думаю что что они будут для себя вы и приобретете а давайте сейчас перейдем к сути видео перед началом я бы хотел вам рассказать о нескольких базовых правилах которые уже первоначально на первых этапах не даст вашей вашему изделию выглядеть плохо это всего лишь четыре правила которые если вы будете соблюдать то ваша сумка будет выглядеть всегда хорошо первое из них это то что избегайте обязательно прямых солнечных лучей так цвет вашей кожи быстро поменяется и сумка уже не будет такой насыщенный как она была когда вы ее только купили второе правило которое вы должны должны всегда придерживаться это если вы не носите уже свою сумку то обязательно внутрь положите либо полотенце либо какую-нибудь бумагу и положите сумку в коробку потому что если вы не наполните сумку она поменяет свою форму она уже не будет ее так хорошо держать если вы не положите в коробку то она попросту запылится а пыль она плохо влияет на натуральную кожу так что это правило я думаю достаточно важное третье правило никогда не кладите ручку внутрь вашей сумки если у нее не закрыт колпачок потому что если ручка протечет я думаю что но процентов 80 что у вас не получится потом отмыть чернила от ручки так что обязательно если вы кладете ручку в сумку проверяйте чтобы колпачок был закрыт я думаю это очень простое правило но она она реально важно и четверто я думаю самое важное правило и если вы не будете его соблюдать то кожа обязательно испортится и это вы не должны никогда протирать сумку влажными салфетками или какими-то более агрессивными средствами потому что если вы будете протирать кожу салфетками именно влажными или каким-нибудь спиртом еще чем-то позже точнее верхний слой очень быстро испортится так что я вам сейчас расскажу как же мыть все-таки натуральную кожу а это нужно делать обязательно мыльным раствором и желательно ежедневно мыльный раствор вообще разводится с водой просто добавляйте воду немножко мыла здесь я бы вам порекомендовал бы купить какую-нибудь мягкую щетку для того чтобы легче было мыть вашу сумку но и подойдет какая-нибудь тряпочка моем случае это тряпочка просто разводите мыло с водой потом берете наносите ее на сумку просто такими вот движениями протирайте сумку и обязательно самое важное обязательно в конце протрите сумку сухими салфетками потому что если на коже останется влага она может пойти пузырьками и но если ваша кожа пойдет пузырьками вы скорее всего не сможете потом носить вашу сумку потому что она будет выглядеть ужасно кроме этих всех правил я вам могу сказать что если вы хотите вернуть вашей сумке былой блеск кто в этом вам поможет вазелин это мне кажется самое дешевое средство просто наносите сверху вазелин и ваша сумка сияет как в первый день покупки но если вы богатый человек то можете приобрести вот такой вот бесцветный воск для натуральной кожи вообще штука довольно таки классная и если вы наносите ее на сумку то она выглядит совсем совсем по-другому вообще вазелин тоже подойдет для этого очень даже то я хочу сказать если вы будете придерживаться этими правилами которые я озвучил раньше если вы будете протирать сумку каждый день мыльным раствором так как я вам показал то ваша сумка как можно дольше продержится и я думаю что она еще не скоро будет выглядеть ужасно я надеюсь это видео было вам полезно хоть она достаточно короткая но на самом деле здесь особо и нечего было дополнять потому что базовый уход за натуральной кожей он очень простой и если вы будете протирать и опять же как я еще раз говорю вот этими правилами вы будете пользоваться то все у вас будет нормально спасибо большое за просмотр обязательно ставьте под это видео лайк подписывайтесь на канал и переходите наши другие видео